В каждом православном храме есть большой крест с распятием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. О чем можно молиться о распятии Спасителя? Если у тебя, крещенного православного человека, сжимается сердце от обступивших тебя бед, печали, страданий, то приди к распятию, преклони колено, и попроси у Господа помощи. Ведь на кресте он распростер свои руки и призывает всех обремененных, страдающих, для того, чтобы получить исцеление для души и тела. Кто стоит по обеим сторонам креста? У страдающего Христа стоят по обеим сторонам пресчистая дева, скорбящая Богородица и его любимый ученик, юный Иоанн Богослов. А рядом жены Мироносицы, Иосиф Аримафейский, Никодим и много женщин-мироносиц, которые не оставили Христа, а последовали за Ним и пребывали вместе с Ним до самой Его крестной смерти. Внизу, под ногами Спасителя, находятся череп и кости. Что это означает? Да, действительно, под ногами Спасителя находятся булыжники, и среди булыжников мы видим череп и кости. Это останки первого человека Адама. По преданию, именно на этом месте, где потом будет распят наш Спаситель, был погребен Адам, первый человек, через которого в человеческий род вошла смерть, вошла власть греха над человеком. И вот кровь, которая капает с рук Спасителя, с ног, с его ступней, омыла грех первого человека Адама. Существует такая история, что когда римские воины устанавливали крест, то они рыли углубления. И вот среди камней булыжников они нашли череп, но не стали куда-то там его отбрасывать, а уложили вместе с другими булыжниками у подножия распятия. Чем отличается православный крест от католического? В православном понимании Господь получил пять язву или пять ран. Два гвоздя были прибитыми, двумя гвоздями были прибиты руки, и двумя гвоздями были прибиты ноги Спасителя. А пятая рана, она была получена от копья сотника Лонгена. Католики понимают по-другому. Они считают, что ноги Спасителя были сложены одна на другую и прибиты одним гвоздем. Над головой Спасителя есть надпись, что там было написано. Евангелисты нам говорят о том, что Пилат приказал сделать надпись «Иисус Назарей, Сай, Иудейский». Эта надпись была сделана на трех языках – на еврейском, греческом и римском. Кстати, здесь можно вспомнить, что в IX веке равноапостольные учители славянские братья Кирилл и Мефодий перевели священное писание на славянский язык, а до этого они создали письменность, а потом переводили богослужебные книги. И вот они столкнулись с такой проблемой, что был запрет на богослужение на других языках, кроме этих – еврейского, римского и греческого. И вот история нам свидетельствует, что братья нашли такой выход. Божьей милостью они обрели мощи Папы Римского Климента. Который пострадал за Христа в годы гонений на христиан. И вот его мощи, скорее всего, это в Херсонесе было, они обрели, и с этими мощами они отправились на встречу с тогдашним Папой Римским. И он очень торжественно встретил братьев, просветителей славянского народа. И вот этот такой прием как бы означал добро, его одобрение на то, чтобы богослужебным языком являлся и славянский. Господь Иисус Христос получил пять ран. Из последней пятой раны истекла кровь и вода. Кровь – это образ причастия, а вода – это образ крещения. Вот этой водой, водой крещения, Господь напоил весь мир. И в том числе наше Отечество. В 988 году была крещена Русь святым князем Владимиром. Существует церковное предание о приобретении креста Христова. Что вы можете об этом рассказать? Да, прошло почти три столетия, прежде чем царица Елена, мать Константина Великого, поставила себе такую благочестивую цель найти все святые места в Иерусалиме, связанные с жизнью Господа, с его крестными страданиями. Было немало приложено усилий, чтобы найти место распятия Христа Голгофу, так как там стоял языческий храм. И вот когда велись уже раскопки, то строители, они приложили много старания, усердий, работа была тяжелая, почва каменистая. Вот они устали копать, и тогда по преданию царица Елена поднялась на возвышение и стала в землю бросать золотые монетки. Вот так как бы давала стимул трудиться и тут же получать награду. По преданию было найдено три креста, и вот эта надпись, о которой мы говорили, она лежала отдельно. Были найдены также и гости. А поскольку мы знаем, что по краям креста были распяты разбойники, то стояла такая задача. А как же определить, где крест Христов? И вот предание нам говорит о том, что именно крест Христов совершил два чуда. Произошло исцеление от этого креста тяжело больного человека. А второе чудо – этот мертвый человек, которого несли на погребение, воскрес. И таким образом крест был найден. И существует в православной церкви праздник воздвижения креста Господня. Мы знаем по новому стилю 27 сентября церковь празднует это событие. Очень интересно узнать, что царица Елена приобрела также четыре гвоздя. И вот эти гвозди, часть креста, она везла с собой из Иерусалима в Константинополь. И вот по преданию на море поднялась буря, царица Елена молилась, и один из гвоздей бросила вот в эту кучину морскую. И наступила тишина. Три гвоздя она привезла с собой. Один гвоздь, царь Константин Великий, вложил в уздечку своему боевому коню. Другой гвоздь он вложил в свой боевой шлем. А четвертый гвоздь это какими-то сложными, может быть, даже очень такими интересными путями находится в Успенском соборе Кремля. Вот такая история. Существует такое толкование, что когда Господу нанесли пятую рану, это уже после того, как он испустил дух и обратился с последними словами к Отцу Своему Небесному, чтобы удостовериться, что он мертв, сотник Лонгет пронзил его ребро копьем. И вот в этот момент, когда копье коснулось ребра, остановилось вращение огненного меча, которая после изгнания Адама и Евы из рая вращалась у врат райских и закрывала вход в рай. И вот двери райские были открыты, и первым вошел в него разбойник, который был по правую сторону. И церковь этого разбойника называет благоразумный, потому что он осознал в последние минуты своей жизни, что он получает эти неимоверные страдания по своим злодеяниям. То есть достойное по делам нашим мы принимаем. А этот праведник, имея в виду Иисуса Христа, страдает невинное и обращается к нему с такими словами, «Господи, помяни меня во царстве Твоем!» И Господь ему говорит «Сегодня же», или по-словетски, «Ныне же будешь со мною в раю». Иисус Христа,